Привет! Как дела? А вы знали, что в Лондоне существует еще и такой вид транспорта, как Эмиратс Эйрлайн? То есть канатная дорога. Сегодня об этом рассказ. Канатная дорога Эмиратс Эйрлайн находится в Восточном Лондоне и связывает два больших комплекса. Это выставочный комплекс Эксель и концертный зал Оу-Ту, который находится на разных берегах Темзы в районе Гринвичевских доков и соединяет эти два берега по воздуху. Она была открыта в июне 2012 года к Олимпиаде. Как раз на территории этих двух комплексов проходили некоторые состязания Олимпийских игр. Кстати, я же жила в Лондоне во время Олимпиады 2012 года и была ее активным участником. Об этом я уже рассказывала. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. И для того, чтобы разгрузить туристические потоки, а также не напрягать транспортную инфраструктуру Лондона, было принято решение построить вот такую вот канатную дорогу, которая обошлась властям города и инвесторам в более чем 60 миллионов фунтов стерлингов. Основным инвестором была компания Emirates Airlines, поэтому канатная дорога носит ее название Emirates Airline. Так, в принципе, и называется Airline. Воздушная линия. Проезд по канатной дороге может сравниться с полетом на самолете компании Emirates Airline. И, кстати, поднимаясь по воздуху, можно увидеть один из крупных лондонских аэропортов City Airport, который находится как раз-таки там, в восточном Лондоне. Я, конечно же, знала о том, что канатная дорога была построена, но очень редко на тот момент посещала восточный Лондон. И думала, когда я поеду в Excel на какое-либо мероприятие снимать репортажи, загляну, посмотрю, что же это такое, и, может быть, даже прокачусь. Но вот как-то все не получалось, и в один из уикендов мои друзья пригласили меня в Кембридж, хотя я на тот момент как раз собиралась посетить выставку азиатско-свадебного шоу Asian Wedding Show в Excel. Но не поехала туда, так как Кембридж был у меня в приоритете и общение с друзьями тоже. Поэтому мы сели в машину и поехали в Кембридж. О Кембридже я уже тоже рассказывала, если хотите, смотрите в этом ролике. И так как погуляв по Кембриджу, мы достаточно рано вернулись домой, часа в четыре вечера, ребята закинули меня к Excel, и я решила еще успею посетить азиатскую свадебную выставку и поснимать репортаж для Main People. По-моему, я тогда еще на эту компанию работала в Москве. Это гламурный московский журнал. И да, мне удалось снять о свадебном шоу, как оно проходит. Я уже тоже рассказывала, правда, об английском свадебном шоу, если кто хочет, смотрите в этом ролике. Ну, а вам показываю кадры с азиатского свадебного шоу. Там тоже выставляются различные экспонаты и модели костюмов, свадебных нарядов. Рассказывают специфику восточных свадеб. Ну, я единственная только на подиум попала, вот сняла и поехала обратно домой. Ну, и я была впечатлена, конечно же, очень красивыми, изощренными свадебными нарядами в восточном стиле. Вот что мне удалось снять среди просто бешеной толпы азиатских мужчин, которые громко аплодировали и снимали тоже это свадебное шоу на свои камеры. Вам показываю сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. Субтитрылисты, узнав о новой достопримечательности, спешат прокатиться на этом виде, так скажем, аттракциона. То есть это уже стало одной из достопримечательностей Восточного Лондона. Вот такая вот история. Мне единственный раз удалось прокатиться на этой канатной дороге. О чем я не жалею. Жалею, что не покаталась еще по этой канатной дороге в другие более поздние годы. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч.